всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео из серии плейлиста веган по библии почему надо быть почему не надо быть убийцей трупожором в частности ролик называется не веган ибо павел без любви не что или павел без любви бесполезен на заднем фоне там не совсем видно слова не веган загородила я когда-то вот такой вот тоже картинка мне на глаза попалась ну я в принципе все это надо сам еще иногда вижу во всяких веган сообществах как всегда картинка просто сама за себя говорит и там вот не видно на значке да что там вот на маечке у этого ну тут пусть парень мужчина какой-то до женской груди мы не видим но не суть важно мужчина это или женщина и на маечке я когда сначала помню сам не сразу лотос цветок лотос я увидел а вот слова не сразу разборчивы да но когда присматриваешься их очень хорошо видно написано по-английски love and light любовь и свет картинка без комментариев вообще и кстати даже был очень рад что здесь вот лотос изображен в принципе намек на восточное учение буддизм йогу кришнаиста даосизм что угодно потому что современный человек ну чем-то интересуюсь такими вещами и слыша что-то да может быть знает что там в буддизме якобы в йоге ну вегетарианство веганство в принципе чуть ли не норма да но это не совсем так в принципе так не было изначально и тем более до сих пор да более того современные представители там йоги буддизма как раз сетует и жалуются на то что действительно уже чуть ли не целое тоже такое движение формирует что в принципе это нормально то что там йог или буддистом там труппажор вот убийца ну как как бы что тут такого до сегодняшний ролик в принципе у нас с вами получается такой итог из серии видео вообще веган по библии в частности по новому по новому завету в частности по апостолам да мы с вами уже посмотрели все найдете в соответствующем плейлисте эти ролики видео видение петру вы помните да заколеешь мы с вами собор апостолов иерусалиме посмотрели все это разобрали павел очистки нечистой пищи из римлянам 14 глава павела ободеложертвенный 1 коринфянам 8 глава павел о запрете богоугодной пищи в последние времена предыдущие было видео и вот я решил я когда по евангелию назвал там ну тут и не на страничке на сайте иисус иисус в евангелии или иисус веган и бы или я веган потому что иисус ибо был веганом и в принципе здесь я назвал павел о любви да мы с вами к этому мест месту переезжаем я несколько мест в принципе 33 места из разных посланий апостол павла мы вспомним и этот ролик я не просто так назвал и показал несмотря на то что мы во-первых общие мысли они тоже постоянно говорю что любви то поют песни многие меня даже отдельно ролика помню как-то записал тоже тоже любовь любовью дал посмотреть на на дела к которым призывают вас тут тот или иной непосредственный проповедник любви да и всегда вам это говорил это достоверный факт что если вы обратитесь к любой религии любого мировоззрению любой концепции там а политики любой партии до политики партии как есть такой то есть концепция до любого отдельного человека вы спросите он все скажет что да добро это хорошо зло это плохо что праведники все в раю а грешники все в аду но это общие слова любовь и ненависть добро и зло свет и тьма а что подразумевается в этом да а выясняется что оказывается у религиозников несмотря на то что иисус сам был распят на кресте за богохульство спокойненько сами что католики что православные сжигали на кострах собственных собственных братьев и сестер во христе так называемых да за инакомыслие окажется можно спокойно убивать врагов народа до гнобя их там в концлагерях и гулагах окажется можно спокойно убираю убивать врагов государства все не только не тоже даже в защитительные какой-то там оборонительные войне да просто торгаясь как сейчас россия вторглась там на территории украины можно убивать людей детей стариков женщин и мужчины и разрушать все 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 вообще все труды этих людей до дома магазины и все вещи да вот пожалуйста кассы да и это называется добро убей во имя бога внесть отдельный плейлист любовь к врагам патриотизм там и вся вот эта блевотина инквизиция и так далее пожалуйста и более того это названа самой высокой добродетели то в глазах бога в глазах истины влагах в глазах любви что является самым настоящим злом в религиях преподается как самый настоящий великая добродетель святая война джихад там мусуль в исламе и так далее так далее да то есть местную самую тьму назвали светом горькое сладким дайте и тьму светом это вот самое печальное здесь тоже самое я вот хочу просто сказать сразу тезисно так к тому кто будет смотреть если он еще сегодня убийца труппажор что когда вы христа его апостолов учеников там неважно каких клеймите что они были убийцами труппажорами вы хулить истину во первых это раз вы хулить и христа вы хулить и бога хулить и истину которая есть любовь до хулить и саму эту любовь не любовью почему потому что тогда все их не эти слова красивые словеса которые вы тоже любили любите и там сами читать другим петь словинами голосами заливаясь то все это ничего все это пустое место и действительно начнем начну я сегодняшнее видео с так называемого гимна любви гимна любви до апостола павла всем известно 13 глава первого послания коринфянам якобы апостолу павлу то все эти слова если не применять ко всему божьему творению они абсолютно бессмысленны это очень важно понимать да я один из роликов тоже так и назвал что бог бог 1 любовь 1 и она не раздельно любовь и она никого ни на что не делит до дела любви по-разному проявляется об этом я тоже все время неустанно говорю это понятно дела любви к ребенку да даже к людям делится взрослому человеку к младенцу к старику к душевно больному человеку там так далее да может быть там душа грешная заковано в определенное тело мы по-разному относимся даже к этому конечно же мы по-разному любим животных или людей я люблю такие контрасты всегда груда если мы человек с подобным себе человеку там занимается сексом получаю удовольствие да но он не занимается сексом с детьми да и не занимается сексом с животными да или там с природой как бы это не звучало да ну то есть сами понимаете до дури может до всякой дайте да вот если действительно у человека можно без боли там только отрезать часть его тела и там ноготочки и волосы да то с природой мы спокойненько любой деревце кустарник растения подстригаем и она не чувствует боли да мы украшаем и землю и все это да в гармонии любви дела разные любви проявляемый вот поэтому но и наоборот много общего дома то читаешь как мы гладим человека причем одинаково гладим и старого человека пожилого и зрелого и младенца ну правда чуть можем грубее или нежнее соответственно человек может быть больное место да есть такое понять как массаж где мы специально немножко причиняем боли чтобы там разогнать все это болевые места да вот и в принципе также гладим и животных да мы играемся друг с другом в разные игры мы играем с животными ну то есть мы заботимся о людях и животных то есть конечно какие-то развлечения в дел но есть и много общих дел потому что мы испытываем все то же самое вот и поэтому конечно же любовь она ничего не не разделяет поэтому если любовь кому-то не проявляется да то это пустое все да и все эти слова они ничего я сделал такие две иллюстрации когда-то у меня это было естественно вот она к людям применимо я еще такую же передел к животным да давайте начнем читать этот гимн апостола павла гимн любви какого уже потом прозвали в народе да если я говорю ну и у меня на первом крайне такой религиозник да молящийся все глаза свои весь взор которого направлен на небеса на бога на любовь к богу об этом у меня тоже полно роликов когда все игры вся твоя любовь к богу если она не проявляется деятельно то есть внутренняя любовь богу не проявляется в любви к его творению в котором всячески во всем присутствует он он и в природе в кавка в каждой травинке вот он и в животных он и в ангелах он и в людях он во всем и в воздухе да но это не значит что если ты наступаешь на травинку ты на богу наступаешь это очень все важно понимать да я говорю дела разные но если ты ее специально уничтожаешь там заливая керосином то ты конечно же творишь зло вот и поэтому вот на первом экране на первом пола по плане этой картинки такой религиозник до который так любит бога да ну и все равно но у меня это всегда была картинка иллюстрация в евангелие к притче иисуса тому эпизоду где он рассказывал что вот именно любовь к богу и любовь к ближнему а ближние все что рядом с нами близко да иисус об этом говорил ну там в частности рассказал притчи о помощи человеку который вот именно был ближним было на пути следования разных людей никто им не помог кроме одного доброго сариме и самарянина вот я такую иллюстрацию тогда сделали что иисус прямо сказал что любовь богу и любовь ближним это одно и то же ближний нас все поэтому я вот уже в рамках этого видео сделал еще другую иллюстрацию где то что тут богу молитвы хвалебны воздаешь а любви к животным там не имеешь к богу который в животных которым он дал душу живую в которых он также всячески присутствует глазами животных также на тебя смотрят они не менее трепетные чудно чем глаза человеков если ты их убиваешь эксплуатируешь что все это пустое все твои эти молитвы ничего не значит и будешь в аду гореть ну давайте прочитаем да как павел пишет красиво ну действительно много можно очень мудрых и великих глубоких фраз подчеркнуть как у любого человека не меньше чем иисус христа то что он хоть и бог любовь ешь во плоти но мы все его образы подобие да иисус сам говорил что и после меня будут еще много чего сотворят и скажут хорошего и разных образов дадут это действительно все что доброе надо собирать вот всю пшеницу сокровищница сердца своего ну и давайте прочитаем если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею то я медь звенящая или кимвал звучащий но павел тут дает такие типы инструментов да что все пустой пустой звук у нас есть тоже такое понять по крайней мере у русских говорящие да если я имею дар пророчества и знаю все тайны мира то есть мы все голова у меня набита всеми знаниями все пророчества даже мне открыто да я о всем будущем все знаю все прошлое созерцаю в одно мгновение имея всякое познание но тут я и подписал бога пуст условия да не то познание истины которая с любовь то есть я сам любовь превратился а вот опять эти всякие познания да и всю веру да я верю во все верю что иисус бог любовь да взял свои грехи мои грехи все на себя и все и понес все болезни все хоро я все знаю богословие идеально да я все знаю всю веру знаю да знаешь что мы все вечные бессмертные знаю что мы свободны но причем узнают и имеют такую веру как иисус говорил если будете иметь веру что и горы могу переставлять ничего себе исцелять до прокаженных там изгонять бесов да это конечно хорошо но если применимо к человекам кто понимает сути где иисус говорил и павел здесь имеется ввиду что ты делаешь это действительно там с какой-то корыстной целью еще мы можем конечно людям добро творить да в какой фонд пожертвовать миллион то потому что потом меня в депутаты изберут да вот и горы представлять а не имею любви то есть делаю ты не из любви а любовь она бескорыстна а любовь она чиста она просто делает дело доброе дело потому что она хочет кого-то сделать счастливым вот если даже вот это все делается без любви не потому что ты хочешь кому-то радость доставить то я ничто если я не имею любви то я ничто и какая же любовь в убийстве живого существа в убийстве эксплуатации живых существ когда бесноватые религиозники убийцы труппажоры тычут на веганов и знаете это когда со стороны тоже смотришь сверху когда ты сам стал этим светом ты просто удивляешься насколько люди безумны то есть зло они называют добром а добро злом свет тьму я тьму светом темную сладкое горьким а горькое сладким если вы любви не имеете вы ничто и любовь она не причиняет никому зла любовь делает добро она радует на доставляет удовольствие какое же удовольствие в убийстве эксплуатации живого существа я уж не говоря даже про жертву который естественно этого ничего не испытывает даже про того кто это делает какой нормальный человек пойдет лишит кого-то жизни или будет годами содержать этих животных там в медицинских учреждениях в театрах во всех тех и цирках зоопарках да кто будет пытать животное нормальный будет ему это удовольствие оставлять нет конечно об этом я говорю нет давайте самого павла почитаю если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение а любви не имею мне нет в том никакой пользы конечно же павел я говорю он еще раз прежде всего своем послании он говорит такой контраст что многие добрые дела казалось бы тело отдать на сожжение да можно делать чисто по плоти с корыстью или еще с какой-то выгодой с какими-то умыслами но не от чистого сердца когда ты действительно просто любишь а любовь она не делает никакого зла сколько может делает добро и всегда встает между добром и злом я имею ввиду между там агрессором и жертвой защищает на что она не может смотреть просто так на страдания или там слезы да давайте мы все прочитаем потом я еще поговорю любовь был и что же такой любовь тогда когда пытаются мне трупожоры подсказать что вот но что тут плохого и слушайте вы совсем что ли отупели любовь она не делает зла причине никакого причиной сколько можно причиняет да наоборот творит сколько можно добра радости наслаждения человека любовь долго терпит любовь милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордиться не бесчинствует вы кстати когда над животным взяли власть вы уже возгордились бог не ставил человека выше животного когда он дал господство это ответственность это забота по сути ты сам стал рабом любви раб божий да что и господь ты в ответе на тебе груз ответственности не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла как вы трупожор убийцы можете утверждать что вы там свет и любовь love and light да если вы все вся ваша жизнь в убийстве это зло есть не радуется ни правде а сорадуется истине все покрывает всему верит всего надеется все переносят любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут и знание упраздниться ибо мы отчасти знаем отчасти пророчества когда же настанет совершенно и тогда то что отчасти прекратиться когда я был младенцем то по-младетельски говорил помадинские мыслило помладельщики рассуждал а как стал мужем, ну, мужчиной, то оставил младенецкое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно я, как я познан. А теперь пребывают эти три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Конечно же, еще раз вам я скажу, что этот момент, эпизод апостола Павла, то, что я вам прочитал, конечно же, он прежде всего там пишет, и вообще мысль, в которую мы вырвали этот гимн любви, который нередко любят цитировать, он там ведет контраст, конечно же, вот всей внешней праведности, о чем беда была у тех же самых религиозников, фарисеев и иудеев того времени, да, с которым боролся Иисус, что если вся ваша праведность лишь по плоти, то ничего, вы все потеряете. То, что вы даже мечтаете о себе, что якобы этой праведностью вы что-то там добились. Нет, что только любовь, доброта, это и есть святость человека. Вот, и поэтому, конечно же, я сегодня просто беру слова апостола Павла и говорю о том, что действительно, его же словами да, можно ему утыкнуть, если он не был веганом. Если вы все, кто, да, топите, что там Иисус и все апостолы были убийцами, трупажорами, то вы просто погрешаете против истины. Тогда они сами себя обличали своими же самыми словами и собирали себе, как говорят, уголье на голову в день великого суда. Никакой любви в убийстве животного, конечно же, быть не может. Только идиот назовет убийство или эксплуатацию бессердечной. Идиот назовет помышление сердца, которого суть зло во всякое время, да, назовет убийство эксплуатации животных, существ любовью и светом. Light and свет. Я говорю, вот эта иллюстрация, она просто невероятная, я говорю, в том плане, как всегда, без лишних слов. Да, вот это вот все, это просто отвратительно. И это, это опять нету криков, нету воплей. Я в свои ролики не вставляю этого, даже по двум причинам. Обычно я не делаю каких-то видео, потому что это YouTube, в принципе, запрещено, потом ролики могут заблокировать но это я обычно делаю любые другие, какие даже хотел бы вставить какие-то видеоотрывки, то все, что касается не веганства, то есть убийства, эксплуатации животных, какие-то кадры из реальной жизни, как люди во всех сферах своих жизнедеятельностей убивают животных ради еды, ради шкуры и кожи, сдирают с них все это, их плоть раздирают, это все эти цирки, зоопарки, медицина и так далее, и прочие эксплуатации, все эти спорты с животными и так далее. Я все это не вставляю, потому что я сам это всем говорил, даже смотреть это не могу, ни визуально, ни на слух воспринимать. Я когда вижу страдания и людей, конечно же, поэтому я такие вещи даже, я делюсь такими вещами в социальных сетях, в мессенджерах, но я делюсь даже не смотря, потому что смотреть такое я не могу, и мне хочется, чтобы посмотрели те, кто за это топит. Вот, конечно же, здесь никакой любви нет. Если любви у вас нет, то вы ничто, ноль просто, то все это бесполезно. Про религиозную жизнь, я говорю, это я вообще даже молчу, как говорю, точнее, не молчу, а говорю, но сегодня вкратце, действительно, Павел-то как раз там, конечно, он тоже именно в этом контексте всех внешне, причем он даже добрые дела, как бы называет, но если они только по внешнему добрые не исходят из чистого сердца, из искреннего пожелания, человек это делает, потому что он уже действительно превратился в эту любовь, он делает, потому что он любит, то есть, как бы такая вся, замкнутый круг, я творю дела любви, потому что люблю, а люблю, потому что творю добрые дела, по сути, это или туда-обратно, есть такое понятие в уравнении, да, или вот по кругу, да, я люблю, потому что творю добрые дела, творю, потому что люблю, это очень важно понимать, конечно же, здесь, я говорю, вот это место, мне очень тоже всегда хочется показать, тогда Павел, если вы утверждаете, что Павел не был веганом, ну, тогда все это его пустое, все эти его слова о любви, вообще ничего, когда Павел писал свое послание в некую, ну, на филиппийцем, да, филиппийцем или церкви, находящейся в Филиппах, так называемых там, ну, на территории современного Греции, там вот это все, писал следующие слова, которые от меня нередко слышали, да, подражайте братья мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, я всегда призываю, ну, потому что сам Иисус учил, научить, да, сотворив сначала сами, да, и Павел все делает то же самое, несмотря на то, что он не был прямым учеником Иисуса, он даже его не видел, в глаза, как говорится, не видел, да, но и столько, будучи совсем подробным, ребенком, не знаю, 50 лет максимум, да, ну, вот он всегда говорил, подражайте мне, как я Христу, хотя которого сам не видел, да, и поступать по образу, который, который в нем, да, помните, мы с вами уже в предыдущем видео послание к Тимофею разбирали, что и Тимофея учил, чтобы он учил других поступать по его образу, а сам он был примером этого образца, да, доброй жизни, доброты, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают так, как враги Креста Христова, вот это вот понятие врагов Креста Христова, а что такое Крест Христов, это любовь, это Богом любовью, воплотившимся Иисусом Христом, было явлено, было деятельно явлена любовь, что Бог есть любовь, даже до жертвы, любовь к врагам, я вам тоже напоминаю всегда эти мысли, Иоанн Богослов так прямо и писал, что любовь Божия, или то, что Бог есть любовь, мы познали, узнали, увидели своими собственными глазами, как он написал, своими собственными ушами все это услышали, да, в том, что Он положил за нас душу свою, и, говорит, увидели ее, увидели этот поступок, и уверовали, он говорит, не в него, а в нее, уверовали в любовь, уверовали в учение о любви, в том, что уверовали, что Бог есть любовь, что вся его сущность – это любовь, энергия сила как хотите что в римлянам я всегда пример привожу что вот здесь я вот смотрю на религиозников на псевдо христиан православных которые протестантов которые трупажоры убийцы которые веганов хулят со слезами она на вас смотрю что вы враги креста христа вы враги любви самые настоящие а как их павел называет я с ним полностью вас их конец погибель их бог чрево их слава в сраме они мыслят о земном под каждым словом подписываюсь вот у него четыре цитат 4 можно прямо разложить как стихом бы можно было четверостишный писать их конец погибель их бог чрево слава их в сраме да они в свете они мыслят о земном единственная причина трупожорства почему человек не может отказаться от убийства живых существ это похоть чрево это обычно чревоугодники гортаны бесы есть такой в православии там понадумали ну в ортодоксии грехов там ну по сути не надумали они такие есть действительно вот очень хорошая иллюстрация если вы ее видите да вот это вот это вот горта на бесе у него даже хорошая иллюстрация у него вон рот даже на руках на руках вон там на брюхе на плечах вот он жрет все вот это горта на бесе называется ну или чревоугодники это вот действительно так это люди которые при изобилии просто изобилии продуктов растительного питания более того при современной кулинарии более того и просто и современный кули кулинарии что тебе там жена мама может там готовить дочь наоборот знакомы или еще что-то сейчас все в продаже доступно да можно просто объедаться веганским веганской кухне так назовем да потому сейчас все доступно все доступно можете сами есть если считать там по здоровью больше там сыроедческую какую-нибудь кухню питания цель на цельный продукт как то есть такое понятие цельноплодовое питание вот ну если уж вас вам нравятся какие-то кулинарные всякие эти вещи блюда да что не просто там яблочко яблочный пирог вам надо там с мукой поесть на пожалуйста на здоровье хотите сами там кулинарите или кто-то вам там кулинарит да и вот при этом изобилии конечно пищи богов как потому что бог создал мир веганским да вот и в пищу был данным и весь растительный мир который не имеет органов нервной системы там органов чуть-чуть таких природа не чувствует боли когда мы ее кушаем вот а животные конечно же чувствует боль когда их эксплуатирует или убивают лишают жизни вот мясо не растет на деревьях не растет ни на земле не в земле вот это труп убитого живого существа и тут вот сказать больше нечего павел так прекрасно сказал вот это вот все это религиозники труппажоры вы хулите христа вы хулите истину хулите саму любовь ваш конец погибели это реально так и когда мне говорят все время ты вот судишь господи вы хоть разберитесь с этим словом судить и значит осуждать на смерть я вас никого не сужу вы сами себя в погибель отправили я хочу вас спасти я хочу чтоб конец ваш был не погибель а спасение я хочу чтобы ваш бог был не чрево а любовь я хочу чтобы слава ваша была не в сырами и блевотине а в свете действительно в самом настоящем свете и благоухание и хочу чтобы мысли ваши были естественно не а земном о чем а небесным о любви вот так вот поэтому вы сами себя осуждайте а я хочу лишь вам помочь да и спасти вас вот вам эту картинку напоследок приблизил что вы на нее посмотрели очень хорошая помню долго искал тоже такой отражающую суть вещей ну и последнее что я вам хочу зачитать это из галатов 6 глава 70 стих тоже мертвая буква павел пишет убивает а живой дух я добавляю любви живой дух святой дух как он называет это дух любви дух божий животворит потому что бог есть любовь дух божий это дух любви тоже бог есть любовь бог поругаем не бывает кто знает я тоже очень часто вот эти места цитирую что посеет человек то и пожнет это как всегда не хочется обратиться к религиозникам что ортодоксальных сект православие католицизма что протестантов что одни что другие заблуждается в самой сути учения о том что можно жить и решить и попасть небесное царство любви первый ортодокс утверждает что можно грешить и под полотенчиком у попика крокодили слезы проливать и дальше продолжать грешить до следующей исповеди и еще там булочки булочки иисуса христа покушать его крови и плоти все те хорошо прямо в рай прямо в рай только ножки задирай ну и протестанты да это их не устроило они ровно противоположную придумали блевотину о том что якобы да иисус взял на себя все мои грехи а я могу жить как хочу все они отвергли ответственность за свою жизнь добрую то ли злую все они отвергли учения не просто об этой ответственности они полностью отвергли учения о совершенстве о совершенстве в любви о чем учил иисус о суде божьем и суде что у каждого суд разный что звезда от звезды разница в славе что кто-то будет деревяшкой кто-то соломой кто-то серебром кто-то золотом кто-то алмазом об этом учил иисус постоянно его апостолы потом да вот что 1 1 семечка приносит 30-кратный плод другой 60-кратный это это образы были а так ты кто-то 31 кто-то 32 33 семечка в колоске да кто-то 100 100 процентов вот и учение об этом было конечно же религиозниками отвергнуты вообще об ответственности и ответственности разной и что человек должен достигнуть полноты и совершенства в любви павел так писал чтобы мы были совершеннолетними во христе чтобы мы достигли полноты любви он об этом тоже самое сегодня я не все места я взял вот так и какие мне какие очень часто цитирую принципе вот эти три тоже о том что если нет любви то вы ничто о том что ваш бог чревый все мысли о земном ваша погибели ваш ваш конец погибели ваша слава в кавычках это срам наоборот будет да вот ну и тут павел прям пишет что посеет человек то и пожнет и знаете эти слова конечно я скрывать не буду говорю они там не прямо прямо о еде или еще о чем-то но суть от этого не меняется да действительно сеющий вплоть в чрево под плотью все подразумевается во что ты сеешь там целыми днями до человек должен выглядеть красиво ухоженно мыться это нормально для человека там следить за ногтями за волосами за внешним видом за одеждой но это не значит что ты должен и из одного салона в красоты другой перебегать целыми днями вся твоя жизнь в этом состоит да как у какие-нибудь каких-нибудь инста самок или самцов до жизнь то не в это вот сеющий вплоть свои от плоти пожнет тление с всякой одно дело быть просто ухоженным красивым чтобы окружающими людям доставлять радость это касается и человек с которым здесь сексуальные отношения там да это и друзья и просто встречные люди с хотя за километр саньем как говорят воняет до делать не в том что бомж там плохой хороший человек на действительность с этим человеком будет неприятно вам не против может быть человека бездомного там дайте кровь ему и все но если он мыться не будет принципиально доска что давай спасите за дом на его будьте дома жить и буду ссов собственные штаны просто специально мне так нравится буду ходить вонять то скажешь что ну тогда ты живи там где хочешь вот потому что это неприятный запах тебе это будет неприятно да вот но одно дело в норме когда все в красоте а другое дело в эту суть своей жизни превратить да вот и все эти там люди озабочены своей внешностью и на всех остальных насрать обычно да тут об этом речь поэтому сеющий вплоть но мы с вами сегодня о веганстве говорим естественно читаем слова апостола павла в этом контексте сеющие вплоть свою от плоти пожнет тление смерть а сеющие в дух а какой дух чем мы должны наполниться любовью от от духа пожнет жизнь вечную благо бытие делая добро да не унываем ибо в свое время пожнем если не ослабеем если ослабеем бред не конечно протестантов никакой логики никогда не поддаются свое учение они построили на лжи и православные католики просто на вырванных стихах из контекста порой да неважно просто слепили свое учение вот я просто отвергнув ответственность человека за свою жизнь добрую то или злую как апостол павел в другом месте писал что все мы дадим отчет на судилище христовым да о том как мы жили в теле творят доброе или зло и писал он к церкви а не к язычникам но и отвергли о том что это участь всех разность ты хочешь для себя большего блага становись все больше и больше любве обильно ну концовки я вот эту картинку покажу я всегда и показывал да то есть каждый из нас сам действительно выбирает кем ему быть как и все говорю сами себе выберите христа вот такого вот дьявола до который так на половинку не зря вы сделал да я говорю все это знаете очень легко рассуждать сидя в теплом кресле да там что да ладно чем там несет сам курочку сид кушает или теленочка там вот это ж не вас убили вы все это не слышите не видите многие люди они не совсем конченые вы знаете если дайте я же когда общаюсь и кто из вас уже это практиковал до разговаривать с человеком горишь ты сам готов убить вот сам убивать будешь сейчас да все скотобой не закроются сам будешь все это разводить их эксплуатировать мучить убивать потом нет как я сам нет я сам не могу то что это ужасно это отвратительно ты же сам свидетельствуешь своими словами что это зло значит так же я это делать не могу но если добро так сушь так делает тогда добрые дела нет это зло знаете это удивительно люди признают зло злом и все равно продолжает его делать это безумцы вот ну или вот выберите для себя что для вас действительно кто такой иисус что такое истина что такое вера познание истина об этом много раз говорили сами изберите для себе что вы хотите славу до настоящую или срам это очень важно вот так вот вот такие вот места из писания и принципе основная картинка который я делал для этого ролика ибо она в принципе не зря с этого гимна любви павла начиналось что если любви во мне нету то любовь это не сжигать еретиков это не уничтожать в концлагерях врагов народа это не убивать врагов государства на войне вот это не убийство животных их эксплуатация все это не любовь это не уничтожение природы поэтому все эти песни и все это да я уж молчу говорю про все это плоть даже там на себя мантии нацепили религиозники какие-то там внешне отличающие одежды кресты и вот такие распятия здесь у вас там где только их нету у меня вот тоже есть татуировки да я могу принципе и на майке что-то сделать там на одежде но вот именно я это делаю и я соответствую тому что нам не нанесено вот а эти нет это все у вас по плоти то что я именно такой все что на мне есть мне то что не стыдно я как раз несу этот свет я хочу чтобы все это увидели да а ты только пустое все какой будь я там распятие не висел хоть вот такой вот выше твоей головы до дела как иисус сказал человек это его дела и и смотрите на их дела да как отличать плохого учителя человек от хорошего какие дела добрые дела значит добрый злые дела знать что он злой чё бы на нем там не было да какая бы надпись или картинка иллюстрация не говорил и какие бы он словины песни не пела любви да какие дела конкретно он делает вот веган христианин он не то что еще и не убивает там сам до этих животных он став детям божьим до детям у своего родителя бога любви что не просто не сам не убивает и не эксплуатирует живых существ он еще их и защищает это очень важно вот так вот вот это настоящая жертвенная любовь причем это защита естественно чем сопровождается унижением оскорблением хулой вплоть до и физического причинения вреда или душевного психологического и так далее потому что за это тебя троллят ненавидят тебе приходится с разными людьми вплоть до родственников как иисус говорил не мир пришел я принести но меч но разделение ты разрываешь какое-то отношение общение то уж невозможно общаться со злыми людьми на вас время будет разделять это все да ну кто меня слушает кто пошел по пути света по пути истины любви тут знает о чем я говорю уже тяжело собраться основная масса нашего времени общения с друзьями с близкими с родственник это прежде всего едает стол да здесь как раз вопрос прямо непосредственно этого касается это уже разделение люди уже не могут даже сойтись вместе да на этом основании а еда первое что нас ближай до совместная трапеза вот так вот я надеюсь вы после всей серии этих видео принципе мы сегодня с вами закончили я все места из может быть я что-то забыл и еще со временем кто-то что-то плюнет что-то что-то откуда ты и из библии в частности из апостолов тоже возьмет но я вот на сайте в принципе все уже разобрал мы с вами плей ну есть страница на сайте веган по библии соответствующий плейлист на канале есть там все это найдете весь ветхий завет уже разобран все места которые связаны прямо или косвенно с веганством но с убийством эксплуатации животных я там все разбирал новый завет все что связано прежде всего с евангелием с иисусом христом там же я все записал правильно крестить или кто помнит там тоже есть моменты и вот с вами этим видео мы закончили я закончил это новый завет в частности уже деяние послание апостолов все вроде какие места были я рассмотрел может кто-то еще там на умудриться за уши притянуть я естественно до меня это дойдет или я узнали что-то мне бог на сердце положит я вспомню какой-то момент я его конечно да запишу хотя в принципе уже этого все достаточно но я анонсирую вас приглашаю я еще не записал это четвертая часть это предание так называемых святых отцов предание церкви там мы с вами у меня будет монаш ствили отдален отделенный уже есть ролик если я не забуду или забуду он будет в этом плейлисте если хотите напишите в комментариях не найдете этот ролик у меня уже записан я очень как-то раньше записал и поэтому я так и назвал и в общем-то как предисловием сделал а разберем в частности 4 видео еще будет у меня по преданию вот все это там собирать не собираюсь но самых известных самых таких святых так называемых да мы с вами по ним пройдемся особенно мы закончим очень логично очень красиво это исааком сериным там у него очень классные места да вот на этом у меня на сегодня все я с вами прощаюсь кому нравится мое видео ставьте лайки обязательно не забывайте делитесь этими роликами на своих ресурсах это очень важно и в личных сообщениях с друзьями если у вас есть какие-то сайты форумы каналы на мессенджерах там или еще где-то в youtube пожалуйста все мои видео можно не просто там добавлять к себе в плейлисты можно перезаливать прямо на youtube или на другие сайты куда хотите режьте в тик токи распространяйте я буду всему рад лишь бы любовь шла по земле пишите комментарии задавайте вопросы все читаю на все стараюсь ответить